Вирус гепатита С Как оно передается? Как обезопасить себя и своих близких? Лечится ли оно? Как долго с этим живут? Страхов и сомнений много, особенно если вам этот диагноз поставили недавно. На все эти вопросы мы постараемся ответить в программе доктор Крылов «Консилиум» и представляя гостей нашей программы, приглашенных на сегодняшний консилиум. С их помощью мы и попытаемся определить, а так ли страшен этот ласковый убийца, как его молюют. Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней, заслуженный деятель науки и техники Украины Никитин Евгений Васильевич. Гастроэнтеролог, гипотолог, врач высшей категории Иванова Ольга Владимировна. И врач семейной медицины Медицинского дома «Одрекс» Панашенко Татьяна Николаевна. Добрый вечер. И моя постоянная соведущая Наталья Павлова. Наташенька, добрый вечер. Я с удовольствием передаю вам слово. Здравствуйте, Евгений, уважаемые гости студии. Во-первых, спешу поздравить вас с прошедшим днем медика, который на постсоветском пространстве отмечали многие. Но сегодняшняя проблема, безусловно, актуальна, потому что в ближайшие 10-15 лет некоторые статистические организации прогнозируют, что гепатит С преобразуется в главную задачу для здравоохранения большей части человечества. Наши зрители до начала эфира проголосовали по вопросу того, насколько много они знают о гепатите С. И выяснилось, что информация весьма скудная и требует пояснений. 78% опрошенных знают лишь то, что это опасное, практически смертельное заболевание. Поэтому давайте послушим своеобразным рупором, вещающим в массы, и расставим все точки над «и» в вопросах диагностики и лечения гепатита С. Уважаемые телезрители, вы, как всегда, можете принять участие в интерактивном голосовании. Сегодня нас интересует ваша оценка уровня помощи, который оказывают больным гепатитом С в нашем городе. Если вы считаете, что таковая помощь оказывается в должном, нужном количественном объеме, вы должны набрать следующие цифры на вашем телефоне. 777 67 45. Если же вы более сдержаны в оценках и считаете, что ситуация с оказанием помощи такова, что есть еще над чем работать, вы набираете 777 67 46. А по номеру 777 67 47 высказывают свое мнение те горожане, которые считают, что ситуация с оказанием помощи больным гепатитом С в нашем городе ужасна, хуже просто некуда. Евгений, вам слово. Спасибо, Наташа. Рад вас видеть. И с Днем Медика тоже хотелось бы поздравить всех коллег. Также напоминаю номер телефона, по которому в прямом эфире вы можете задавать вопросы нашим экспертам. 718 61 91. И по традиции хотелось бы начать с нашего небольшого видеоролика, который подготовила редакция. Пожалуйста. Гепатит С – сравнительно молодая разновидность гепатита, выделенная из группы гепатитов ни А, ни Б в 1989 году. Причем изучение структуры и особенностей возбудителя продолжаются до сих пор. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине количество заболевших вирусным гепатитом С составляет полтора миллиона человек, а во всем мире не менее 200 миллионов. В ближайшие 10 лет ученые прогнозируют выраженный рост хронического гепатита, цирроза и первичного рака печени, обусловленных вирусом гепатита С. Заражение происходит через кровь. До 40% больных заражаются при внутривенном введении наркотиков. Около 4% при переливании зараженной крови, введении препаратов, полученных из крови. Также вирус может передаваться от матери ребенку. Это 5%. И столько же половым путем. Контингентом высокого риска заражения гепатитом С относят и медицинских работников, особенно хирургов, гинекологов, гематологов, реаниматологов, трансфузиологов, медицинских сестер и других, больных в отделениях гемодиализа и тому подобное. Существует также внутрибольничная передача вируса. Вирус передается также при иглоукалывании и татуировках. Передача вируса гепатита С при внутрисемейных контактах происходит значительно реже, чем гепатита В, что объясняется значительно меньшей концентрацией вирусов крови. На полный курс лечения одного пациента в Украине тратится около 150 тысяч гривен. В течение одного года на деньги, выделяемые Министерством охраны здоровья Украины, можно пролечить только немногим более 1 тысячи человек. Концепция государственной программы борьбы с гепатитами разработана около одного года назад, однако она до сих пор не утверждена. В некоторых областях выделяются деньги из местного бюджета, но в среднем не более чем на 10 человек за год. Алкоголь, сигареты, наркотики, неправильное питание разрушают весь организм. Вирус гепатита С прицельно поражает печень. В первые полгода, в так называемой острой фазе, в 15% случаев, организму удается справиться с гепатитом самостоятельно, но чаще всего болезнь переходит в хроническую форму. На этой стадии печень получает серьезные повреждения. Следует знать, если контролировать развитие инфекции, вовремя посещать врача и получать соответствующее лечение, с гепатитом С в большинстве случаев можно справиться. Снова неутешительная статистика, и курс лечения дешевым тоже не назовешь. Поэтому давайте попробуем разобраться, что же это за вирус такой, и как он попадает в организм, что там происходит. Пожалуйста, Евгений Васильевич, мне бы хотелось с вас начать эту проблему, потому что никто, как вы, в этой теме уже не один десяток лет. Будьте добры. Спасибо. Я не думаю, что надо рассказывать структуру вируса. Ну да, без интимных подробностей вируса. Для людей это не столь, для нашего населения не столь важно. Но это группа вирусов, которые чаще всего, поселяясь в организм, остаются на всю человеческую жизнь. Таких вирусов есть много, целая группа. И к ним относится и вирус гепатита С. Люди, в общем, когда вирус проникает в организм, восстановить очень сложно, потому что он может попасть при самых различных манипуляциях, как дома, как в парикмахерской, скажем, так и при заболеваниях различных, оперативных. То есть любой контакт с кровью? Любой контакт с кровью, есть шанс получить этот вирус, есть шанс заразиться. А приблизительно вот инкубационный период, что мы можем... Инкубационный период не установлен. Дело в том, что вирус может очень долгое время находиться в организме человека без всяких клинических проявлений. Поэтому человек обращается уже, скажем, через несколько лет после момента заражения, если у него не возникла острая форма. Иногда, не очень часто, примерно где-то у процентов трех людей вирус оказывает довольно мощное свое влияние на организм, и тогда возникает так называемая острая гепатит С. Но он встречается крайне редко. Правда, протекает очень тяжело и очень часто с неутешительными исходами. Но чаще всего он протекает таким образом, что человек не замечает, что у него циркулирует этот вирус, что он есть в печени. И чаще всего эти заболевания подтверждаются только случайно, выявляются только случайно при каких-либо обследованиях, если, скажем, кровь человека, сыворотку крови человека исследуют на гепатиты, в том числе и на гепатит С, определяют антитела. Есть ли антитела? Но это группа, как правило, или беременные, и их мужья, ну или отец ребенка, или какая группа? Это моряки. И все. Ну еще военнослужащие, те, которые идут на службу, и есть определенные методы. Но с военнослужащими несколько иная картина. Да, но это если надо остановиться. Они не хотят служить, поэтому ищут гепатит. Ну их тоже маленькая толика. Многие хотят служить. Может быть, да. Понятно. Хорошо, тогда давайте, Ольга Владимировна, я вас бы хотел спросить. Вот человек, был какой-то контакт с кровью, допустим, в тату-салоне или еще у стоматолога, что-то такое случилось. Через какое ему количество времени необходимо прийти в лабораторию? Или прийти сначала все-таки к своему врачу? И вообще, какой врач должен, по большому счету, заниматься проблемой гепатита? Ну, хотелось бы, чтобы этим занималось, конечно, первичное звено. Это семейный врач, которому человек должен доверять. И, ну, тут, конечно, посоветовать сложно, потому что, вот как Евгений Васильевич сказал, что инкубационный период абсолютно разный, да, и антитела появляются не сразу. Поэтому, ну, через две недели, в принципе, если у человека есть какое-то подозрение, можно прийти провериться. Если результат, даст Бог, отрицательный, какое еще время ему необходимо подождать? Если подозрение есть, можно проверяться в течение полугода. С периодичностью раз в две недели, раз в месяц? Раз в месяц. Нет, не надо так часто. В принципе, ВОЗ считает таким образом, что если, скажем, было переливание крови, и это не обязательно, при переливании крови не так уж сейчас. У нас сейчас контроль неплохой. На станции... Ну, речь идет о тату-салоне, да? Ну да, мы всегда там. Может быть, пациент, а постой, обыкновенный обыватель, ему сложно, да. Антитела появляются через 6 месяцев от начала заражения. Могут уже обнаруживаться антитела. Но антитела нам говорят о том, что был контакт с вирусом. Это значит, что был контакт с вирусом. Но это не значит... Это значит, что он может заболеть. То есть у него вирус есть? У него вирус может быть, а может и не быть. Антитела нам говорят о том, что вирус есть, или говорят, что вирус... Говорят, или он был, или он есть. Чаще всего он есть. Более чувствительная, конечно, реакция ПЦР. Татьяна Николаевна, тогда в таком случае, раз первичное зеносемейная медицина, и вы здесь представитель, какие симптомы должны человека заставить, собственно говоря, прийти к вам? Ну, в общем-то, как уже говорили, симптоматика, к сожалению, появляется гораздо позже от первичного попадения вируса в организм. И симптоматика прежде всего, так как вирус гепатотропный, то симптоматика прежде всего связана с поражением печени, с теми симптомами, которые являются... Вернее, говорят нам о том, что произошло поражение печени. Вот есть такой миф, как бы говорят, что если человек пожелтел, и зрачки пожелтели, или он весь пожелтел, обязательно нужно бежать. Неужели до этого нужно доводить, или это первичный симптом? Нет, это далеко не первичный симптом. И это не обязательный симптом при гепатите С. Это обязательный симптом при гепатите В. А желтуха при гепатите С, это может быть в острой форме, И все же, какие основные симптомы, может, коллеги хотят тоже что-то сказать, какие основные симптомы должны человека быть настороже этого процесса? Ну, скажем, прежде всего, это какая-то общая слабость, вялость, изменение аппетита, быстрая утомляемость. Человек физически чувствует себя хуже, чем он обычно чувствовал. Ну, сейчас жизнь такая, кризис в стране, кризис в людях, и все бегут с работы на работу и чувствуют себя, тем более после зимы эти ураганы, еще что-то вымывает. Человек может сравнить, как он чувствовал себя месяц назад при тех же нагрузках, и как он чувствует себя в настоящее время. Это такие самые обычные первые признаки. Затем появляются и другие признаки. Нарушается аппетит, настроение, психика несколько, меняется, раздражительным становится. Это такие общие признаки. А типичные... Это может заставить обратиться к врачу. То есть, если вы это имеете, пожалуйста, придите к своему врачу. У нас есть в студии прямой телефонный звоночек. Пожалуйста, представьтесь, задавайте вопрос. Алло? Да, да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Моему мужу 47 лет. Когда он проходил комиссию, он заболел, ну, предложили ему сдать анализы. На гепатит С. Диагноз подтвердился. Но также нам предложили сдать анализы на ПЦР. Как бы более уверенно, чтобы быть в себе. В каком состоянии печени. Мы сдали ПЦР, ну, ПЦР не подтвердилось. Я бы хотела узнать, насколько это сложный диагноз, когда доктор нас увидел, что в хроническом состоянии гепатит не лечится. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что вы ответ получите в нашей программе, потому что мы об этом будем говорить в дальнейшем. Многие люди и не подозревают, что гепатит С нужно или скорее можно лечить. Правда, как правило, практически все лечение взваливается на плечи больного и его семьи. Ведь в сегодняшнее время используют два основных препарата для специфического лечения. Это интерферон и рибаверин. А стоимость этих препаратов далека от общедоступной для обыкновенного украинца. Плюс к специфическому лечению используют и другие медикаменты для симптоматического лечения сопутствующей патологии, гепатобилиарной системы и других. Поэтому и возникает ряд важных вопросов. В лечении, действительно, к какому врачу он должен прийти, когда уже выставлен диагноз? Потому что к диагностике мы чуть-чуть попозже вернемся. Врач-гепатолог? Только гепатолог. А врач-инфекционист? Инфекционист тоже является гепатологом. Я немножко коррекцию внесу. Гепатологам, вернее, если есть вирусная этиология заболевания, то бесспорно этим вопросом должны заниматься инфекционисты. Врачи этот вопрос сейчас дебатируется, на уровне министерства дебатируется. И есть сплошь и рядом от всех областей предложение просто все гепатиты вирусной этиологии передавать на лечение в гепатологические центры. То есть где будут представители и инфекционных, так сказать, направлений кафедр? Гепатологический центр – это не то и иной, как и гепатолог-инфекционист. Понятно. Скажите, пожалуйста, тогда в таком случае пациент поставлен диагноз, пришел он, собственно говоря, на лечение. Что, какие препараты выбора, что ему будут назначать? Есть ли какие-то, может быть, альтернативные методы? Давайте это попробуем обговорить. Вот давайте попробуем порассуждать таким образом. Не надо сразу кидаться на ПЦР. Дело в том, что гепатиту есть очень много, и не только Ц. Есть гепатит В, есть дельта гепатит, есть Ф, есть Ж, ТТВ, гепатит, может быть, еще и другие вирусы, о которых мы не знаем. Вот здесь было сказано, что этот вирус новый. Нет, он не новый, он очень старый, и Бог его знает, когда он появился. Другое дело, что не было методов диагностики. Сейчас же, например, мы смело можем различать некоторые из этих гепатитов. Ну, а это просто, там, во-первых, болеют в основном дети и обнаружение… Я так смотрю, вы все-таки сначала хотите на диагностике остановиться. Хорошо, будь по-вашему, давайте мы тогда проговорим за диагностику. Просто по диагностике мы можем… А, как раз у нас есть телефонный звоночек в студию, прошу прощения. Пожалуйста, вы в прямом эфире задавайте вопрос нашим экспертам. Вот скажите, пожалуйста, как найти ваш центр? Дело в том, чтобы не дала справка от такой телефон, по которому нельзя к вам дозвониться. Спасибо большое за вопрос. Я вас очень прошу, вы свяжитесь с редакцией нашей программы после эфира. Вам все телефоны подскажут, адрес все расскажут. Вернемся к диагностике. То есть у нас есть тонкость, что антитела при первичном исследовании обнаружены, и человек дальше идет куда? Я считаю, что так как гепатиты, есть самые различные и другие, не только вирусные. Но у нас есть антитела к гепатиту С. Ольга Владимировна, я прошу… Да, давайте, Ольга Владимировна, она все-таки клиницист в этой ситуации. Извините. Если у человека обнаружены антитела к вирусу гепатита С, следующий шаг в исследовании – это назначение так называемой реакции ПЦР к РНК вирусу гепатита С. Обычно мы назначаем качественную реакцию, и если она оказывается положительной, далее идет ряд стандартных обследований, которые позволяют врачу определиться с дальнейшим лечением пациента. А возможно ли ложно-позитивная или ложно-негативная реакция пациента? Возможно ложно-позитивная и ложно-негативная реакция. То есть если у врача возникают какие-то подозрения на этот счет, конечно, необходимо перепроверить реакцию ПЦР еще в двух независимых лабораториях. Что в нашем понимании независимые лаборатории? Ну, в настоящее время мы пользуемся частными лабораториями, которых, в общем-то, в Одессе достаточно. Но настолько ли они независимы? Тут включается же такой момент, что мы в городе, и непростые иногда бывают ситуации, связанные с теми или иными проблемами. Понятно. Какие-то парамедицинские вопросы. Понятно. Встречалось ли такое в вашей практике? В плане диагностики? Да. В плане диагностики. Ну, в общем-то, есть лаборатории, которые хорошо себя зарекомендовали в практике, и мы стараемся им пользоваться. То есть они есть, и каждый доктор, в общем-то, имеет степень оценки? Я считаю, что… Опять же, бытует такая ситуация, что необходимо проконсультироваться у троих. Чем больше врачей проконсультируют, чем каждый назначит лучше свое лечение, и все подряд будем лечить. Тем больше заблудимся. Да, да, тем больше заблудимся, конечно. То есть пациент должен выбрать доктора, которому он доверяет, и, наверное, вот с ним идти, так сказать, до победного конца. А смотря кто раньше закончил эту ситуацию, да? Конечно, должен быть квалифицированный специалист. Я хотела вот одну сделать ремарку по поводу Евгения Васильевича. Он сказал, что гипотологией в основном должны заниматься инфекционисты. Дело в том, что в нашей стране очень давно хроническими гепатитами занимались гастроэнтерологи, потому что гипотология – это одна из очень больших частей гастроэнтерологии. Но поскольку проблема разрослась до таких масштабов, то, конечно, гипотологии именно вирусными гепатитами стали заниматься хроническими инфекционистами, потому что ранее все-таки специалист-инфекционист занимался острыми гепатитами. То есть я веду к тому, что гепатит должен лечить специалист, который образован в этом смысле, который имеет достаточно знаний. У нас сейчас очень много стен, на которые вешают неизвестно какие дипломы, и действительно там можно об образовании очень много чего написать. Это сложный вопрос, да. Татьяна Николаевна, к Вам есть такой вопрос. Тогда поставлен у нас вирус гепатит С диагноз, есть. Сделали мы антитела, выявлены ПЦР позитивные, показал. Необходимо ли нам учитывать генотип этого вируса, дальнейшие исследования печени проводить, какое-либо, ну я не знаю, УЗИ, там, фибросканирование, МРТ? Прокомандируйте его, пожалуйста. Да, безусловно, если диагноз выставлен, подтвержден лабораторно, нам, безусловно, нужно проводить дополнительные исследования для того, чтобы выяснить степень поражения печени. Вот, это УЗИ, безусловно, это фибросканирование для того, чтобы всё-таки степень фиброза определить. Фибросканирование – это тот же аппарат УЗИ. Может быть, всё-таки хватит нам хорошего датчика? Да, действительно. Пожалуйста, давайте поддискудируем, конечно, конечно. Дело в том, что самая главная заповедь врача – это не навреди. Правильно? То есть нужно чётко оценить, может ли пациент получать противовирусную терапию, которая сейчас, в принципе, является единственной в плане, чтобы избавиться от вируса. Вот, поэтому выполняется ряд, в принципе, очень колоссальный, я считаю, объём анализов, но они все необходимы. Дело в том, что степень фиброза, вот фиброскан, да, он необходим для того, чтобы понять, на какой стадии заболевания, в общем-то, находится пациент. И чем ниже степень фиброза, тем больше он может рассчитывать на успех при противовирусной терапии. Ну а биопсия печени в таком случае? Биопсия с печени, ну, к сожалению, в нашем городе это исследование не прижилось, хотя пытались выполнять… У нас и люди многие не приживаются в нашем городе, это тоже не показатель. Да, в областной больнице пытались, в принципе, и можно назначить биопсию, но вот поскольку есть неинвазивные методы, фиброскан и вот фибромасс, Макс фибротест, который выполняет лаборатории диагностические, мы сейчас этим пользуемся. Ну а МРТ холангиография? МРТ не даст того, той информации, которая нам нужна для дальнейшего противовирусного лечения. Ну все же состояние печени, оно нам не рассказывает? Если, понимаете, МРТ исследование, которое назначается после того, как мы сделали УЗИ, если хороший специалист УЗИ диагностики нам не дал каких-то поводов для тревог, то, в принципе, МРТ имеет свои показания. Спасибо большое. МРТ это для дифференциальной диагностики чаще всего следует использовать, если ты не уверен, что, скажем, там именно… Просто у нас экономический эффект фиброскана, допустим, и МРТ тоже есть. Дело в том, для того, чтобы начать лечить таких больных, там еще существует целый ряд противопоказаний. Об этом мы поговорим чуть-чуть поговорим. Поэтому обследование серьезное должно быть. Одну секундочку, извините. Да-да-да. Вот, поэтому надо знать, в каком состоянии печеночная клетка находится, в какой степени фиброз. Поэтому обязательно, я считаю, необходимо исследовать не только, скажем, различной аппаратурой, но и проделать более глубокие исследования, чтобы определить степень фиброза. И затем это определение, эта степень будет фигурировать все время в карточке вашей. Вы постоянно наблюдаете за больными. Если можно, давайте не в моей, пусть это будет какая-то другая карта. Да, хорошо. Спасибо большое. У нас есть звоночек в прямую студию. Пожалуйста, добрый вечер. Представьтесь ей вопросик. Если это я, то добрый вечер. Добрый вечер. А, значит, вот первый вопрос. Кроме Синевы, какие лаборатории у нас в Одессе могут делать конкретный анализ на количество вирусов и все остальные полный анализ проводить? Это первое. И второе. Если это вирусный гепатит, почему не вирусологи? И есть ли у нас институт вирусологии, который занимается этими вопросами? Спасибо. Спасибо большое. Ну, все-таки название не Синева. Синева – это немножко другая ситуация. Думаю, что мы будем об этом говорить в другой программе, посвященной алкоголизму. Поэтому название лаборатории в этой ситуации не говорит о том, что она будет выполнять вот эти исследования. Но действительно есть ряд лабораторий, которые зарекомендовали себя довольно-таки качественно и объективно. Я думаю, что ваш лечащий врач, он в курсе всех лабораторий, которые у нас находятся в Одессе, кто, как и чем занимается. По поводу вирусологии. Но я думаю, мы можем спросить Евгения Васильевича, почему не вирусологи? Вирусологи – это теоретики. Спасибо большое. Я думаю, что громче и в этой ситуации более объективно не скажешь. У нас еще есть один гость. Он находится в медицинском доме Одрексе. Наталечка, я прошу вас, пожалуйста, познакомьте и дайте слово. Я думаю, что мы с удовольствием послушаем. Мы рады, что вы дали нам слово. Мы хотим принять непосредственное участие в консилиуме, потому что в нашей студии находится Елена Грибова. Она представляет две общественные организации, одна из которых называется «Молодежный центр развития» и «Медицинская правда». Елена, я хочу узнать следующее. Почему вы решили заняться вопросом просвещения населения относительно проблематики гепатита С? Что вас на это сподвигло? И чем, собственно говоря, вы конкретно занимаетесь в этих организациях? На более 10 лет мы занимаемся профилактикой, в первую очередь ВИЧ-инфекции, инфекции, которые передаются половым путем. И за последние годы это присоединился туберкулез. И, безусловно, это помощь тем людям, которые сегодня живут с этими заболеваниями и проходят лечение. И за последние два года к нам достаточно много людей обращаются, которые имеют гепатит С. Поскольку это очень опасная инфекция, то общественность и Украина в целом, и различных международных организаций решили проводить такие информационные кампании для того, чтобы помочь в первую очередь молодым людям узнать, что это за инфекция, чтобы обезопасить себя и, в общем-то, чтобы знать, что с этим делать. И достаточно много людей стали обращаться, потому что это спутник и ВИЧ-инфекции, и других заболеваний. И на сегодняшний день лечение достаточно дорогостоящее, так же, как и диагностика. И поэтому те плакаты, которые сегодня у нас находятся в студии, ты видишь в С, и буклеты, разработанные в рамках этой информационной кампании. В прошлом году мы проводили такое специально бесплатное экспресс-тестирование для того, чтобы привлечь внимание людей, чтобы люди как можно больше узнали. В этом году, так же, к 28 июля, это день, международный день борьбы с гепатитом, так же пройдут информационные кампании, как по всей Украине, так и в Одессе. Это будут места скомпления людей. Мы будем раздавать буклеты, мы будем говорить о том, что это за инфекция, как она передается, чтобы люди знали, и чтобы они могли как можно быстрее пройти диагностику и сохранить свое здоровье. Я правильно понимаю, в вашей организации работают в том числе и медики? Или вы направляете, даете конкретные адреса, даете конкретных докторов, куда идти, куда бежать? В организации работают, безусловно, специалисты, которые сегодня оказывают помощь, которые проводят диагностику, которые дают консультации, и не только в Одессе, но и в районах Одесской области. А вы можете адреса какие-то конкретные сейчас назвать? Куда идти людям? Мы можем обращаться по телефону 1530, где можно проконсультироваться и узнать, куда прийти и получить помощь. Это самый такой простой телефон, по которому люди смогут получить информацию. Спасибо большое. Я думаю, сейчас мы прервемся на небольшой рекламный блок, а после продолжим консилиум. Евгений? Спасибо большое. Не переключайтесь. Напоминаю, что в прямом эфире программа «Доктор Крылов» «Консилиум». И мы пытаемся разобраться в непростой проблеме – гепатит С. Страх перед побочными эффектами – частая причина отказа от лечения. Одни думают, что впадут в глубокую депрессию, другие, что не смогут работать, третий – облысеют. И найдется довольно-таки немалая группа, которая будет утверждать, что целый год лечения – это год, вычеркнутый из жизни. Но необходимо усвоить три простые истины. Первое. Побочные эффекты закончатся с окончанием лечения. Второе. Все побочные эффекты проявляются очень индивидуально. И третье. На другой чаше весов – здоровье, а иногда – жизнь. И снова вопросы нашим экспертам. Итак, вернемся к нашей программе и попробуем обсудить то лечение, которое нам сегодня предлагает официальная медицина. Ну и кому, как не корифею, от, собственно говоря, лечения, продолжить этот диалог. Ольга Владимировна, пожалуйста. В настоящее время золотым стандартным лечением является комбинированная терапия препаратами интерферона и рибаверина. Больше ничего, к сожалению, пока не придумано. Сообщают нам о том, что в разработке находятся препараты, которые не будут в схеме содержать интерферон. Это дело где-то пяти лет. То есть идет вторая фаза исследования. Но на сегодняшний день мы лечим интерферонами и рибаверином. Хорошо. Иногда бывает, я думаю, и довольно-таки часто встречается, особенно сейчас при повышенной аллергизации населения, какие-либо, может быть, побочные эффекты от действия того или иного препарата. Монотерапия. Каким-то из этих препаратов, возможно, проводится? Монотерапия неэффективна. Когда-то мы начинали лечить только интерферонов. Это был очень малый процент, когда мы достигали успеха. То есть необходима именно комбинация этих препаратов. Но интерферон, он существует короткого и пролонгированного действия. То есть это инъекционный препарат. Человек, который находится на лечении этими препаратами, он получает его, может, в домашних условиях или обязательно под контролем медицинского работника? Человек обучается применять этот препарат в домашних условиях. То есть это возможно. Особенно удобно пользоваться, конечно, пигелированными интерферонами, которые человек получает. Пигелирование – это длительное. Это длительное действие, которое человек получает раз в неделю. Но, в принципе, с короткими интерферонами тоже проблем нет. Так ли важно соблюдать дозировку и время введения интерферона и рибаверина? Да, это необходимо, потому что должна поддерживаться определенная концентрация противовирусного вещества в крови человека. Спасибо. Татьяна Николаевна, когда нам начинать лечение? Когда уже установлено, что есть антитела к вирусу или ПЦР позитивный? Безусловно, когда у нас подтверждено лабораторно, что у нас есть вирус в организме, но клиники нет, мы можем, ну, как данные литературы нам дают, что мы можем в течение последующих шести месяцев наблюдать за пациентом. Так как очень часто бывает, это не заболевание, а вирусоносительство, которое потом, возможно, перерастет в заболевание, а возможно и нет. Насколько я знаю, что еще бывает и самоизлечение, там 10-15% дает литературу. Самоизлечение дает литературу, да, 10-15% часто бывает при остром гепатите, но мы достаточно мало наблюдаем случаев острого гепатита. При хроническом гепатите, да, безусловно, тоже бывает самоизлечение, но это достаточно маленький процент. То есть я так понимаю, есть в крови вирус гепатита С, есть позитивные анализы, есть клинические какие-то проявления, только после этого целесообразно назначать лечение. Зависит ли количество препаратов в единицах, там, или в таблетках, или в граммах, или в чем они идут, от того, какой это вирус. Ведь его существует шесть генотипов основных. Евгений Васильевич, что я помню... На сегодняшний день в способах лечения разницы нет, какой бы он генотип ни был. В результатах есть. Легче, считай, подается лечению все остальные типы, кроме 1Б. Это самый сложный и самый плохо подающийся лечению гепатит. Кстати, в Одессе превалирует именно этот генотип. Но здесь вопрос был такого вот рода, когда начинать лечение. Если есть клинические проявления или нет. Я считаю, это мое личное мнение, что надо начинать сразу. Как только вы обнаружили вирус гепатита, даже при нормальных трансаминазах, если вирус в крови циркулирует, значит, его уже много. Он ведь размножается в клетках, и не только печень, поджелудочной железы, щитовидной железы, в костном мозге. И поставить перед собой такую цель, что будем ждать, пока появится клиника, это, пожалуй, не совсем тактически верно. Лечить надо с самого начала, как только удалось установить диагноз. Другое дело, что там может быть различное течение, скажем, мялый текущий, гепатит. Через какое количество времени мы должны контролировать лечение? Приносит результат или нет? В смысле печеночными пробами мы должны контролировать ежемесячно. Не только печеночными пробами, но и качественные. Вирусологические исследования достаточно один раз в 6 месяцев. Хотя европейские методики, особенно если используются интерфероны, там есть другая методология. Это, в общем-то, надо знать врачам. Он говорит, Владимир, поднял руку и просит слова. Да, пожалуйста. Хочу добавить по поводу генотипа. Исследование на генотип необходимо для того, чтобы определиться с длительностью лечения. Потому что при первом генотипе, вот как сказал Евгений Васильевич, он более устойчивый к лечению, мы рекомендуем лечение в течение 48 недель. При втором-третьем генотипе мы рекомендуем лечение в течение 24 недель. Вот для этого мы… Контроль, первый контроль. Первый контроль у нас идет на четвертой неделе. То есть, если на четвертой неделе мы получаем отрицательную ПЦР, то есть в крови вирус не обнаруживается, это очень хороший предиктор эффективности лечения. Предиктор. То есть, мы можем предсказать, что лечение будет эффективным. Следующий контроль мы осуществляем на 12 неделе, затем идет 24 неделя и так далее. Если нет позитивной динамики на первых этапах. Значит, смотрите, если на 12 неделе лечения происходит снижение вирусной нагрузки на 2 логарифма, то есть, ну, так, грубо говоря, 2 ноли, конечно, да? Да, туда тоже надо, не будем снижать. Да. Значит, мы можем продолжить лечение, то есть мы можем еще иметь положительный успех до 24 недель. Если на 24 неделе вирус исчез из крови, то есть ПЦР стало отрицательным, значит, мы имеем право продолжать дальше лечение, но лечение будет более пролонгированным, и оно будет составлять 72 недели. То есть, в любом случае мы остаемся на этих двух группах препаратов, только, может быть, меняться временную рамку. Еще момент. Если на третьем месяце не произошло снижение вирусной нагрузки, значит, возможно, лечение будет неэффективным, и мы можем предложить пациенту приостановить лечение. И у него нет выбора? У него есть выбор, но в настоящее время, как бы, это вот такая схема для двойной терапии, да? У нас есть сейчас уже третий препарат, который зарегистрирован в Украине, который во много раз повышает эффективность лечения. То есть, можно проводить лечение с помощью трех препаратов. Вот так. Спасибо. Что еще пациенту необходимо? Какими группами препаратов помочь? Потому что мы прекрасно понимаем, что это серьезные химические вещества, которые действуют не только на вирус, но и каким-то образом на другие органы и системы. Что нужно поддержать? Какое питание? Какой образ жизни? Пожалуйста, давайте мы этот небольшой аспект обсудим. Это, я думаю, важно для пациентов. Ну, Евгений Васильевич уже сказал, что вирус поражает не только клетки печени, он поражает клетки поджелудочной железы, костный мозг, щитовидной железы. Поэтому нам нужно, в первую очередь, симптоматическую терапию, безусловно, проводить. Также второй вопрос, что, как мы знаем, терапия достаточно дорогая. И не каждый больной себе может позволить такую терапию проводить, да, интерфероном. Поэтому обязательно даже те больные, которые не могут себе позволить такую терапию, прежде всего они должны поддерживать свой организм, ведя правильный образ жизни, соблюдая диету и принимая любые препараты, гипотопротекторные, которые они могут себе позволить. Это тоже будет, безусловно, эффектом в лечении. Одним из побочных эффектов часто бывает депрессия. Как с этим делом обстоят дела, извините за тавтологию? Существуют антидепрессанты, которые рекомендованы при противовирусной терапии, которыми мы можем... То есть всё-таки вирусом гипотопита С занимается не только гипотолог, но и смежные специалисты. Да, смежные специальности, психиатры, которые могут порекомендовать. И, в общем-то, гипотологу тоже разрешается назначить один из стандартных препаратов, которые именно в этой ситуации нужны. А часто ли бывали случаи, что к Вам обращаются за помощью не только пациент с вирусным гипотитом С, но и его ближайшие родственники? Ведь эта проблема действительно ложится нагрузкой и моральной, и материальной на всю семью, на всех близких людей. Потому что в среднем год колоссальное количество времени, что он должен по часам питаться, по часам вводить препараты. Бывали ли такие случаи? Бывали. Как часто? Ну, скажем, наверное, в 50% случаев. Все-таки люди пытаются решить это семейно. Семейное решение, это дорого и накладно. Если можно, с Вашего позволения, если пошла речь о лечении, я включусь в это. Если можно, мы сейчас посмотрим один сюжет, который подготовила наша редакция. Там как раз пациент, который, собственно говоря, несколько лет боролся с этим недугом. После этого мы, естественно, продолжим обсуждение. Пожалуйста, наш ролик, который подготовила редакция. Я, до того, как узнал о своем диагнозе, много обследовался у врачей по разным заболеваниям. Заболевание о своем гепатите конкретно узнал случайно. При лечении гастрита врач высказал мнение, что может быть гепатит, и нужно провериться. Примерно полгода готовился к лечению, и столько же длилось лечение гепатита. Две основные проблемы. Это психологическая проблема и проблема финансовая. Психологическая заключается в том, что не каждый может рассказать о своем заболевании даже родным, близким и тем людям, которые их окружают, вместе работают. Финансовая проблема заключается в том, что препараты очень дорогие для лечения. И наш, ну, как бы средний украинец никак не может их потянуть со своей зарплаты. Многим приходится лечиться год и полтора для того, чтобы достичь какого-то результата. Есть врачи, которые говорят, да, что вы хотели. У вас гепатит, он не лечится. А если лечится, то вы должны вот приготовиться к таким-то, к таким-то расходам. Человек выходит и как бы ставит на себе крест. Украинские препараты дороговато выходят. Поэтому люди едут за лекарствами в Россию. Покупают в России короткие интерфероны, привозят сюда. Покупают рибаверин, тоже привозят сюда. И стараются лечиться своими привезенными препаратами. То есть они контролируют доставку, температуру хранения при доставке. И, конечно, выиграют как-то в цене. Помощи от государства. Ну, вот, допустим, я никакой помощи не получал. Мне помогали друзья, мне помогали родственники. Но какие-то программы или, допустим, какие-то компенсации за дорогостоящие лекарства, я ничего не получил. Перед лечением обращался к трем врачам. На четвертом остановился. Из хороших врачей, кого я знаю, я могу порекомендовать по отзывам Елену Вахтанговну Хинчикашвили, Ольгу Владимировну Иванову, Мацук Владимирович. Ну, каждый в своем районе знает, к кому обратиться лучше. Вот, ну, много людей общается между собой на форумах и просто на встречах, там, где мы обсуждаем новые лекарства, действия врачей, кто как проходит лечение, кто как борется с побочками, у кого какие удачи и неудачи. Ну, вместе поддерживаем друг друга морально, материально, стараемся как-то посоветовать что-то друг другу, вот, потому что в одиночку эту болезнь очень тяжело преодолеть. В будущее, конечно, смотрю с уверенностью, что будет все нормально, здоровье вернется. И много знаю людей, которые прошли лечение и сейчас полностью восстановились, полностью, как бы, чувствуют себя здоровыми, они опять пригодны для государства, для работы, для семьи, в первую очередь. Спасибо нашему пациенту Андрею, который согласился прокомментировать ситуацию. Ну, судя по оптимистическому виду, действительно, прожил он и прошел немало, и сейчас с оптимизмом смотрит будущее. И вопрос сразу возникает, а можем ли мы после удачного лечения поставить диагноз здоров? Ну, во-первых, этот диагноз можно поставить бездоказательно. Для того, чтобы доказать, ушел ли вирус или нет, это нам надо исследовать ткань печени, прежде всего, делать те же самые биопсии, там есть целый ряд противопоказаний. Для больного это не здоровье, не надо этого быстрее всего делать. Надо пунктировать костный мозг, надо смотреть поджелудочные железы, не сохранился ли вирус. На сегодняшний день нет доказательств, что организм может полностью, четкий доказательств по вирусу, что он может полностью... У нас пациент с диагнозом вирусный гепатит С зачастую это как, извините, прокаженный какой-то... Нет, это все не так. В некоторых структурных организациях его не берут туда. Вот почему я хочу сейчас, чтобы никто меня не перебивал, я хочу высказать свою мысль. Дело в том, что, бесспорно, это общепринятая терапия с использованием интерферонов, но лично я не пользуюсь в лечении гепатитов С и других гепатитов интерферонами. Я пользуюсь совершенно другой схемой, которая разработана на нашей кафедре. Разработана эта схема, разрабатывалась в течение 20 лет. У нас есть очень много наблюдений, более тысячи наблюдений, и отсроченные наблюдения, 15 лет, 18 лет, даже до 20 есть больные, которые пролечились. Почему в широких кругах медицинских мы не знаем об этом? А потому что никто не хочет слушать. Так обратите сейчас к людям, которые тратят сумасшедшие деньги. Вот я и обращаюсь. Если вы даете гарантию, скажем так, вашему методу... Вот гарантии врачи никогда не дают. Вот я и обращаюсь сейчас. Дело в том, что... Ну, к сожалению, здесь не было сказано, что к интерферонам вырабатываются антитела. Это раз. Второе, что очень большой процент людей не в состоянии вынести это лечение физически из-за осложнений. Только что с ними делать? И есть болезни, при которых противопоказано такое лечение. Намного ли... Наша методика лечения позволяет охватить абсолютно всех. Она не имеет противопоказаний. И она не вызывает никаких осложнений. Евгений Алексеевич, я думаю, мы можем с удовольствием тогда посвятить даже целую программу этому и обсудить. Почему нет? Пожалуйста. У нас на студии медицинский дом Одрекс. Наташенька, пожалуйста, подведите результаты интерактива. Спасибо, Евгений. К сожалению, итоги неутешительные. Даже, я бы сказала, вообще выглядят ужасающе. 93% респондентов, вы видите, это тоже на своих телеэкранах, ответили, что помощь больным гепатитам С в нашем городе практически не оказывается. Ее уровень хуже некуда. Тем не менее, мы приглашаем желающих участвовать в нашей передаче в медицинский дом Одрекс 25 июня к 20.00 по адресу Раскидайловская 69, дробь 71. Вы можете прийти, задать свои вопросы по тематике следующей передачи. А сегодня я прощаюсь с гостями нашей студии, с уважаемыми врачами, которые пришли и много чего интересного и полезного рассказали про гепатит С. И, Евгений, прощаюсь уже с вами. Спасибо, Наташа. Спасибо большое гостям в удаленной студии Медицинского дома Одрекс. Сегодня можно встретить немало рекламы и утверждений о якобы эффективных методах и новых средствах лечения гепатита С. Будь то препараты, воздействующие на иммунитет, укрепляющие печень, витамины, биодобавки или методы физиотерапии. Не обращайте внимания на громкие названия и солидно звучащие рекомендации. В лучшем случае эти методы не принесут вреда, а вот польза от них никогда не была доказана на деле. Что такое тромбоз? Что может вызвать развитие этого заболевания? Возможно ли предотвратить развитие патологического процесса? Чем он опасен? И как проводят лечение тромбоза? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Доктор Крылов Консилиум». И помните, только одно делает исполнение мечты невозможным – страх неудачи. Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова